Азан.кз представляет 99 имён Аллаха 54 прекрасное имя Аллаха Аль-Хови означает Всесильный. Аль-Хови – это тот, кто обладает полной и совершенной мощью над всем сущим. В Священном Коране говорится «Вся мощь принадлежит только лишь Аллаху» 2 сура 165 аят. Существуют другие имена Аллаха, близкие по значению к Аль-Хови – это Аль-Азиз, Могущественный, Аль-Хадир – Всемогущий, Аль-Мухтадир – Всемогущий, Аль-Матин – Крепкий, Несокрушимый. Эти великие имена имеют похожий смысл, указывая на то, что Всевышний обладает совершенным могуществом, великой силой и безграничной мощью. Таким образом, все три проявления могущества самым полным образом относятся к Великому Аллаху. Первое. Сила. На это качество указывают такие имена, как Аль-Хови, Всесильный, Аль-Матин – Крепкий. Оно не может быть приписано творением, какими бы сильными они ни были. В Хоране сказано «Воистину Аллах, наделяющего делом, обладающий силой, крепкий» 51 сура 58 аят. Второе. Отсутствие всякой нужды. Аллах самодостаточен, Он ни в ком и ни в чем не нуждается. Рабы не способны причинить Ему какой-либо вред или принести Ему какую-либо пользу. Напротив, только Он причиняет вред и приносит пользу, дарует блага одним и лишает других. Третье. Власть. Аллах господствует над всеми творениями. Все они подвластны Ему, подчинены Его величию, зависимы от Его воли. Он распоряжается судьбами всех существ, и они не могут ни шевельнуться, ни распорядиться тем, чем владеют, вопреки Его воле. Происходит только то, что пожелает Аллах, и то, что неугодно Ему, не может произойти. Свидетельством Его силы и могущества было сотворение небес и земли, а также всего, что между ними, всего за шесть дней. Он дарует творениям жизнь, а потом умерщвляет их, а потом они будут воскрешены и вернутся к их Господу. О могуществе Всевышнего Аллаха свидетельствует участь неверующих и несправедливых народов, которые были подвергнуты различным наказаниям, ставшим поучительным урокам для остальных. Их ухищрения и уловки не принесли им пользы. Ни власть, ни богатство, ни многочисленные армии нисколько не защитили их от Божьей кары, когда та постигла их. Напротив, всё это ещё больше отяготило их в тот момент, когда приблизилась их гибель. Ещё одним проявлением могущества Аллаха является упомянутое в Коране обещание помогать праведникам и приближённым рабам Аулия, несмотря на их малочисленность и слабую оснащённость в борьбе с врагами, превосходящими их числом и умением. Когда бы и каким бы образом ни пытались уничтожить приближённых к Господу, этого не могло произойти, кроме как по воле Аллаха. В широком смысле прекрасное имя Аллаха, Аль-Ховы, означает «обладатель полной, совершенной мощи над всем сотворённым». Тот, чьё могущество не убавляется ни от сотворения вещей, ни от уничтожения. Тот, у кого сила выше всякой другой силы. Тот, кого не охватывает усталость. Тот, кого не охватывает усталость.